Девушки отдыхают Да отвяжись ты, нечистая сила! Рявкнул он со злобой на жену, когда та спросила, чего он такой хмурый. Дело в том, что он только что вернулся из гостей, где сказано было много обидных и неприятных для него вещей. Сначала заговорили о пользе образования вообще. Потом же, незаметно, перешли к образовательному цензу служащие братьям. Причем было высказано много сожалений, упреков и даже насмешек по поводу низкого уровня. И тут, как это водится во всех русских компаниях, с общих материй перешли к личностям. Взять, например, хоть вас, Ефим Фомич. Вы занимаете приличное место, а какое образование вы получили? Образование? Да никакого... Да ну и не надо! Пиши правильно, вот и все! Где же вы это? Писать-то правильно научились? Да привык! За много лет службы руку напить можно. Поначалу трудно было, делал ошибки, а теперь ничего. Привык! А знаки припинания? И знаки припинания ничего. Правильно ставлю. Но привычка совсем не то, что образование. Мало того, что вы знаки припинания правильно ставите. Мало! Нужно сознательно ставить. Вы ставите в биту и должны осознавать, для чего ее ставите. А это ваше бессознательное рефлекторное прописание. И гроша не стоит. Это машинное производство и больше ничего. Переглазин смолчал и даже кротко улыбнулся. Но теперь, придя домой, он весь обратился в негодование и злобу. Много лет служил, и никто меня дураком не называл. А тут поди, какие критики нашлись. Бессознательно! Рефлекторно! Машинное производство! Бессознательно! Рефлекторно! Машинное производство! Да я, может быть, побольше тебя знаю! Даром, чтоб в своих университетах не был! Излив мысленно. По адресу критика все известное ему ругательство, Переглазин стал успокаенный. Я знаю. Понимаю. Там, где запятой, точки не поставлю. А стало быть, знаю. Машинное производство! Глазки скорее замкни. Вспи, моя радость, усни. Усни, усни. Вспи, моя радость, усни. В доме под газ и огни. В закрытых глазах засыпавшего перекладина сквозь толпу темных улыбавшихся облаков. В метеору пронеслась огненная запятая, да не вторая, а третья. И скоро весь бедроничный темный памерт, Стелавшийся перед любым воображением, Статился густыми толпу летавших запятых. Вот хоть эти запятые взять. Я их отлично понимаю. Всем могу место найти. Экзаменуй и увидишь. Запятые! Запятые ставятся в разных местах. Где надо и где не надо. Да! Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Чем путание бумага выходит, Тем более запятых нужно ставить, А не перед которым перед что? Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Знаю! Знаешь? Золотые запятые завертелись и унеслись в сторону. На их место прилетели огненные точки. А точка в конце бумаги ставится, Там, где нужно передышку сделать, И на зрителя взглянуть. Там тоже точка. После всех длинных мест нужно точку ставить, Чтобы секретарь, когда будет читать, Слюной не истек. Больше же точка нигде не ставится. Опять налетают запятые, Они мешаются с точками, кружатся, И перекладим видеть целая сонмища Точек с запятой и двоеточей. И этих знают. Где запятой мало, а точки много, Ставится точка с запятой. При наследственном всегда ставлю точку с запятой. Ну-с, а двоеточие? Двоеточие ставится после слова постановили и решили. Точки с запятой и двоеточие потухли, И наступила очередь зназов-вопросителей. Те выскочили из заботов и законконировали. Это невиды, знак вопросительный. Да хоть тысячи их, всем место найду. Ставятся они всегда, когда запрос нужно сделать? Или положим, а бумаги справятся? Куда все остаток сумм за такой-то год? Вопросительный знак? Или найдет ли полицейское управление Возможную ону Иванову и прочь? Вопросительный знак? Вопросительные знаки одобрительно закивали. Своими крючками и зло. Словно по команде вытянули знаки восклицательные. А этот знак часто в письмах ставится. Милостливый государь, восклицательный знак! Или ваше превосходительство, отец и благодетельник, восклицательный знак! А в бумагах, когда восклицательные знаки еще больше вытянулись и оставились в ожидании. А в бумагах тогда, когда того, этого, ну... Перекладин открыл глаза и перевернулся на другой бок. Но не успел он вновь закрыть глаза, как на темном фоне опять появился восклицательный знак. А когда же тот черт длинный ставится? Перекладин стал. Припоминать содержание всех бумаг, которые написал за много лет своего служения. Длинный шейк, попарки настрелить! Светление об уважении! Светление перед работы! Господина пристава второставленных уехта! Но как он не сглубил? Как он не морщил лоб свой? В своем прошлом он не нашел ни одного восклицательного знака. Что за оказия? Много лет служил и ни одного восклицательного знака не поставил? Из ряда огненных восклицательных знаков появилось и хитно смеющееся лицо юноши-экзаминатора. Сами знаки превратились в один большой... Восклицательный знак! Вот тебе привычка! Кто тебе и добил руку? За много лет ни одного восклицательного знака не поставил! Черт знает что! Завтра к утреннюю с того, чем мне эта чертовесия из головы не выходит! Марфуша! Не знаешь ли ты, когда в бумагах восклицательный знак ставится? Еще б не знать! Недаром в пансионе семь лет училась. Этот знак ставится при обращении, в восклицании, в поражении, в недавании, в ней в радость, и восторг, и злость, и прочих чувств. Прочих чувств. Да не, что в бумагах чувства нужны. Их и бесчувственно написать может. Бесчувственная пишущая машинка. Деревячка бесчувственная! Всю ночь промучился Перекладин, но и днем не оставлял его привидения. Он видел его всюду. Надеваем их в сапогах. Приводички с чаем. В Станиславе! Когда Перекладин вышел на улицу и крикнул извозчика, то ему показалось, что вместо извозчика к нему подкатил «Восклицательный знак!». Придя к передней начальнику, вместо швейцару видел «Восклицательный знак!». И все это говорило ему о восторге, в гадовании, радости, гневе. Ручка с пером тоже глядела «Восклицательным знаком!». Перекладин взял ее, обмакнул пером чернила и расписался. Коллегский секретарь Ефим Фомич Перекладин. Восклицательный знак! Восклицательный знак! Восклицательный знак! Восклицательный знак! Он восторгался! И годовал! Радовался и пел гневом! Восклицательный знак удовлетворился и исчез. Восклицательный знак! Восклицательный знак! АПЛОДИСМЕНТЫ! АПЛОДИСМЕНТЫ!